Особое мнение на 101FM Напоминаю слушателям, что на сайте в форме анонсов есть возможность задавать вопросы нашему гостю и мы к этим вопросам обратимся они есть, вы пожалуйста пользуйтесь в течение программы задавайте мы смотрим, следим, если что будем задавать, озвучивать и Валерий Николаевич постарается успеть ответить там же на сайте будет аудио и видеозапись нашей беседы сегодня вечером размещена если вдруг что, можно зайти и переслушать ну мы переходим собственно к темам нашего эфира и первое, что я хотела бы попросить вас прокомментировать, это вчерашняя новость о том, что в Кировской области поставят памятник Иосифу Сталину установлен он будет на частной, как я понимаю территории, это центр отдыха юбилейный в поселке Зониха Слободского района об этом сообщил председатель партии ЦК партии коммунисты России Максим Сурайкин вот собственно это личная собственность частная территория, поэтому, как я понимаю не было никаких общественных обсуждений вот вы как к этой новости относитесь вот учитывая неоднозначность все-таки фигуры Сталина? Ну, неоднозначность в обществе она понятна, да иначе бы не было 91-93-го годов и поэтому наверное я как коммунист член Российской коммунистической рабочей партии поддержу подобную идею и инициативу то есть вам как коммунисту ее поддерживать положено или вы как человек ее поддерживаете? Нет, я как человек принял решение называться везде коммунистом и это достаточно высокая ответственность потому что сегодня называясь коммунистом есть одно преимущество быть повешенным на первом фонарном столбе ну, я несколько утрированно говорю но сегодня не популярно называться коммунистом а я открыто всегда называл называюсь и буду называться коммунистом поэтому это не только как коммунист но это человеческая сущность моя, потому что я вижу перспективу развития общества за социализмом мы сегодня попали в хороший капитализм мы имеем прекрасное будущее в кавычках поэтому в данном отношении мое убеждение заключает в следующем что необходимо реабилитировать имя Сталина это задача общества и правильно оценивать исторически эту личность а не как сегодня пытаются ее показать типа узурпатора и ненормального психически человека который ненавидел людей и представлять ему некую антигуманную такую составляющую развития общественных процессов я считаю, что это замечательнейший человек который болел и переживал за свою страну за людей и так далее и тому подобное я могу добавить следующее а как же репрессии? как же невинно пострадавшие? во-первых, репрессии это были некие объективно необходимые вещи и я этого готов доказывать когда я учился в военно-политической академии мы были допущены к реальным живым архивам которые потом только раскрывались и если вы следите за системой открытия архивных данных исторических объективных событий то многие вещи на сегодняшний день которые мы считаем за истину оказываются обманками многие причем большинство вещей и вот это односторонний показ роли личности Сталина в истории нашего государства односторонний ну, Валерий Николаевич односторонний давайте так ну что вы огромное количество мнений о том, что это был эффективный менеджер вот, Аня, вы спросили мое мнение я безусловно это ваше особое мнение вы имеете право его высказывать мы не дискутируем и не надо на меня давить я на вас не давлю поэтому в данном отношении мы по-демократически поступим и поэтому я как человек и как коммунист я поддерживаю вы поддерживаете я больше того скажу что ну, я уже не раз отмечал действует такой орган общественный совет народных депутатов народного собрания Кировской области где буквально на последней сессии 11-й сессии было специально принято постановление о установке бюста Сталина во дворе Дома ветеранов рядом с памятником Дзержинскому а еще один Сталин будет в Кировской области да, есть такое постановление оно принято единогласно это постановление и на сегодняшний день идет подготовка для того, чтобы легализировать данное постановление ввести его в рамки действующего законодательства и смысл его очень простой этого бюста когда наступал Колчак со своими отрядами то два человека остановили по сути дела карательные операции на Вятке это Дзержинский и Сталин они возглавляли здесь штаб фронта оперативный штаб и в данном отношении Пермь была взята полностью Колчаком без единого выстрела а на Вятке их остановили и самое страшное что для Вятки и в прямом и переносном смысле заключалось в том что она испытала на себе что такое карательные операции Колчака когда живьем целые населенные пункты под команду ставились команда патроны жалеть шашки не тупить поэтому все население закапывают живьем и детей и стариков и женщин и так далее вот этого факта не знаете в Налинском районе в Налинском районе подобные вещи поэтому давайте вот будем говорить о другом есть историческая сущность человека и в данном случае мы должны приоритет отдавать тому а каковы итоги его жизни и деятельности были а то что есть репрессии или нет а как сегодняшний день назвать если не репрессиями по отношению к собственному населению и мы ниже будем об этом говорить памятники Путину пока не ставят поставят Ельцин уже ставят и целые центры открывают Валерий Николаевич хорошо учитывая спорность неоднозначность персонажа все таки и неровное отношение к нему в обществе нужно было общественное обсуждение или нет если это частная территория то в данном отношении зачем вот то что мы сделали постановление да мы будем выносить это на общественное мнение на обсуждение ну как положено пройдем все процедуры что нет нет это решение в рамках закона значит будем искать другие варианты и поэтому я в данном отношении Суракина поддерживаю и скажу что спасибо большое вы молодец но мы еще и пойдем дальнейшим путем развития этой темы через общественность в конечном счете дискуссия должна приобрести ну истинное очертание а не однобокое показание того что на сегодняшний день существует по отношению к Сталину очерняют его конечно Валерий Турулов в нашей студии ну посмотрим как будет развиваться общественная дискуссия есть у нас две минуты до перерыва мы пожалуй следующую тему начнем сегодня в Кировской области ну фактически можно сказать стартовал большой бизнес форум предпринимательства на вятке в течение нескольких дней будут идти мастер-классы по разным совершенно направлениям и 28 мая в следующий вторник будет итоговое такое большое пленарное заседание тоже с образовательными секциями вот у нас на сайте есть вопрос Олег Касин один из тоже руководителей бизнес-объединения по-моему фонд его называется содействие да вот думал ошиблась или нет задает вам вопрос вы участвовали 16 марта 2009 года то есть ровно 10 лет назад в первом бизнес-форуме Кировской области проходившем в драматическом театре бизнес против кризиса что изменилось за 10 лет почему предпринимательское сообщество не желает поддерживать диалог с властью но я так понимаю тут речь идет о том что наши бизнес-объединения отказались входить в оргкомитет вот этого нынешнего форума по разным причинам но там одна из основных это то что отдали проведение форума иногородним специалистам иногородней организации но Олега я очень хорошо знаю и знаю ну пусть он меня извинит те иллюзии которые он питал по отношению вот в 9 году и дальше мы пытались развивать мы же вместе тогда проводили и предпринимательский десант по всей области во что это все вылилось вылилось то что мы начали формировать среди предпринимательства ложные ожидания к сожалению какие ложные ожидания в том что действительно бизнес имеет малый бизнес я имею ввиду имеет приоритетное значение для развития территории и бизнес может надеяться на всестороннюю поддержку со стороны властей и вроде бы было это продекларировано и не один раз в данном вопросе но вылилось это в конечном счете в то и вы наверное помните куда еще более такой ну вопрос помните когда начиналась перестройка то говорили ларек и челнок спасут страну была такая присказка ну не перестройка наверное в 90-е уже наверное говорят нет перестройка в 90-е как раз перестройка она завершилась вот этой коммерциализацией кооперации страны где все активно ларек и челнок спасут страну да спасут страну и к сожалению опыт и практика показали что это был промежуточный элемент когда надо было разрулить трудную ситуацию для страны и установить вот этот я не побоюсь этого слова сказать диктаторский режим со стороны крупного бизнеса диктаторский режим олигархический режим то мы четко начали понимать что сегодня высвечивается вот такая некая демократическая форма в виде давайте предоставим полноту свободы малому бизнесу только для того это было предоставлено чтобы выявить этих активистов и потом принять меры которые бы нейтрализовали этот бизнес устранить его да 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 я буквально в этом убежден я готов это доказывать и этому свидетельству это последний год власти управления того же Никита Юрьевича Белых когда полностью просто подавляли тупо подавляли предлагались целые системы развития малого предпринимательства и вы ее помните сценарий представлялся производства и реализации товаров местных производителей вы имеете ввиду программу покупай вятская нет а что вы имеете нет была предложена программа развития малого предпринимательства в сфере реального бизнеса и создание замкнутой цепочки по реализации этой произведенной продукции и доведения ее до каждого нашего жителя подождите Валерий Николаевич ее бомбили эту концепцию сейчас вы мне напомните сейчас в перерыве у нас полминуты мы с Валерием Торулой вернемся после этого в эфир Валерий Торулой в нашей студии мы увлеклись в перерыве разговариваем о том что было с нашим малым бизнесом 10 лет назад Валерий Николаевич напомнил что существовала концепция концепция развития предприятий малого бизнеса с последующей реализацией их продукции и пытались ее внедрить но не получилось замкнутая цепочка предлагалась именно такая ну наверное знают наши радиослушатели есть такой проект он называется ферма на балконе вот мы по этому же принципу шли где заказчиками всей нашей производительной продукции малым бизнесом натуральной качественной продукции являются наши же жители и замкнутая цепочка под заказ наших же жителей должна была реализовываться вот эта программа более того мне удалось не только эту программу позиционировать перед белых тогда и вершинин у него был заместитель Алексей Вершинин возглавлял это направление мне тогда удалось протянуть эту концепцию через законодательное собрание она была принята к сведению она не была утверждена но она была принята к сведению а по нормам законодательного собрания это означает что дается отмашка на дальнейшую проработку то есть она не отрицается а за нее проголосовали но дальше то ее просто разбомбили ее закрыли эту концепцию дальше ее не двинули не просто не двинули мы под это проводили съезд предпринимателей первый мы эту программу утвердили там и поставили как задачу второй съезд состоялся через год предпринимателей где мы ее уже узаконенную показали но дальше вы знаете чем это все закончилось помните лежачие забастовки около железнодорожного вокзала голодовки предпринимателей когда приехали после снесли на 20 с лишним миллионов убытков нанесли профсоюзные организации работников сферы малого бизнеса все имущество мы до сегодняшнего дня вытащить не можем и это мы называем развитием малого бизнеса нет где только живое зерно появляется с ростками немедленно его уничтожают и мы иллюзии не питаем в этом отношении подождите давайте от малого бизнеса немножко все таки к среднему перейдем как мы Олегу Кастину вопрос ответим что изменилось за 10 лет что изменилось с момента проведения первого форума все ухудшилось и он это знает он же консультациями занимается а стало абсолютно невозможно работать я больше того скажу по среднему бизнесу они вынуждены на сегодняшний день разукрупнять свой бизнес разбивать на не аффилированные составные части для того чтобы не подвергнуться не подвергнуться рейдерскому захвату на сегодняшний день полностью идет захват всего любого бизнеса где только прибыль дается немедленно либо поглощается либо уничтожается что вы имеете ввиду под захватом то есть приходят и говорят продай ложись нет ложись под крупный бизнес становись его структурным подразделением либо мы тебя разбомбим да ладно огромное количество малых предприятий работают нет кого из них я не слышу что им предлагали ложиться под кого-то выживают сегодня теневая экономика в малом бизнесе я поняла Валерий Николаевич вы чего ребята они показывают себя убыточными вы чего только покажи что ты прибыльный вы программу нынешнего форума ведь смотрели правда оцените ее пожалуйста вот с точки зрения полезности что произошло что ассоциацию если раньше мы всегда участвовали в организации этого процесса ее даже не пригласили даже не пригласили не предложили провести свое мероприятие больше того некоммерческое партнерство биотехнологический кластер который объединяет более 50 предприятий и крупных и малых и средних в Кирбской области более 50 их тоже не пригласили к участию в этом мероприятии да сегодня я получил вот я приехал из командировки из Санкт-Петербурга сегодня я получил приглашение на участие в этом форуме 28 мая в итоговом уже да мероприятии и получил программу на какие мероприятия мог бы присутствовать то есть меня поставили перед фактом понятно а значит и те организации которые входят в состав нашего движения в общем на вопрос Олега Кассина мы отвечаем стало хуже что изменилось стало хуже стало хуже и причем перспектив я не вижу я больше того Анна вы наверное помните когда принимали закон и меня поздравляли о Минпромторг принял развитие я помню мы с вами в эфире были да и я тогда сказал надо ожидать что станет еще хуже то есть на 180 градусов а вот у меня к вам сейчас сразу вопрос возникает есть определенная информация это инсайдерская информация пока ничем официально не подтвержденная но тем не менее якобы ну мы понимаем готовится новая схема размещения нестационарных торговых объектов в городе Кирове и якобы из этой схемы убирают объекты которые на красной линии ну Аня не надо думать если я сейчас не шумлю и митинги не проводим мы с малым бизнесом что мы прекратили свою работу если вы видели я в тот раз упоминал тур донор новый бренд появился у нас несколько точек то есть это был проект который из рамок того там производства реализации товаров местных производителей была поставлена задача создать такие точки где бы было гарантировано здоровое сбалансированное питание то есть да под видом там донарки но там должны быть гарантированные ингредиенты чистое здоровое питание натуральное и так далее и тому подобное так вот в первую очередь когда мы вложили туда деньги в развитие этих трех точек их начали сносить были приняты решения о сносе этих точек а вы деньги вкладывали были разрешения какие-то на размещение договоренность-то была договоренность была что бизнес же сам вправе развивать свою без согласования деятельность а выдвинута была почему вы когда ремонтировали эти точки с нами не согласовали поэтому вы нарушили внешний вид не понравился нет мы не знаем что не понравилось а их снесли в итоге нет в результате запрет был я соответствующим образом встречался с Ковалевым встречался с нашим главой администрации что творится мы понять не можем мы хотим сделать как лучше а у нас получается там миллионы вкладываются а вы делаете запрет и требуете сноса ну вроде бы вот на данный момент нашли урегулированность этой ситуации все три точки отстояли отстояли но взамен несколько точек мы вынуждены были снести а что будет дальше я пока не знаю что будет дальше что со схемой мы с Еленой Васильевной договорились что в среду может быть встретимся да то в том числе мы обсудим а что делать дальше потому что легально эти точки запрещены легально то есть есть соответствующий документ есть распоряжение о сносе и так далее но пока работают ну да пока работают но пока работают ну вот вы понимаете Валерий Николаевич я понимаю прекрасно что невозможно развивать никакой совершенный бизнес начиная от маленькой тережки заканчивая магазином если непонятно будет он завтра работать или закроется вы понимаете вот что происходит это я вам реалии жизни говорю о том что на сегодняшний день происходит это что за диалог между бизнесом и властью это что мы говорим там красная линия я считаю что наверняка это правда вот проверено не проверено наверняка это правда пока официально не подтверждено я думаю что завтра я и с Еленой Васильевной обозначу эту тему потому что это связано опять же с реализацией наших проектов некоммерческого партнерства биотехнологический кластер где одна из тем которые мы ведем это обеспечение кировчан здоровым сбалансированным питанием это важнейший момент для жизни для здоровья людей потому что большинство болезней люди получают именно из-за того что мы кушаем непонятно что так с Валерией Турулу беру обещание через небольшое непродолжительное время после встречи с Еленой Ковалевой как я понимаю все таки если будет какая-то официальная информация до нас ее донести и после форума предпринимательства на Вятке еще один вопрос на нашем сайте ну просто чтобы далеко не отходить от нестационарных торговых объектов пишет Сергей Борисович это не вопрос констатации годами на Вятке сложились места где бабушки и дедушки торгуют огородной и природной вкуснятиной гоняют они снова из года в год места обжиты не проще ли хоть раз местным городничим повернуться лицом к бабушкам и городу в целом чуть оборудовать эти места в конце торговли убираться казна не сильно обеднеет людям по обе стороны прилавка приятна ну и собственно если идти дальше он предлагает оборудовать подобные точки и у каждого маркета и может быть они приживутся ну и собственно говоря это будет полезно всем и людям которые покупают продукцию с огорода и людям которые не покупают продукцию с огорода но идут в маркет потому что маркет будет вынужден каким-то образом корректировать свою ценовую политику вы абсолютно правильно это не я это Сергей Борисович да вот смотрите прежде чем ответить напрямую на вопрос я начал контактировать с Макси мне было интересно Вологодская сеть вошла к нам да ну она уже не только Вологодская но она начиналась оттуда она хозяева Вологде и они сегодня в Москве ставят и в ряде регионов они уже в четырех по моим сведениям в регионах разместили свои точки и мне стало интересно а как они поведут себя ведь они смотрите очень агрессивно к нашему товаропроизводителю себя держат на нашем рынке то есть они кидают цены и так далее позиционируют качество своей продукции вологодской продукции и так далее и тому подобное и мне стало интересно а как они хотят обеспечить еще дальнейшую работу повышение качества своего продукта они говорят а мы будем сейчас развивать около себя малое предпринимательство то есть НКО будем стимулировать расстановку около своего вот этого вот основного здания и помещения но там место позволяет там большая парковка я правда не знаю они там и сказали вот они сейчас оборудуют они оборудуют соответствующие точки для малого бизнеса в крайнем случае у них эта стратегия и есть а теперь возвращаемся к нашим бабушкам возле магазинов которые все равно стихийно сидят с огурцами мы эти точки знаем однозначно это Ленина 20 Карла Маркса там около детской больницы и так далее ну 5-6 точек по всей на Комсомольской бывает да-да на Комсомольской там ее разбомбили и перенесли я имею ввиду возле магазинов да-да-да на той стороне вот около Рубина там всегда это было и так далее ну там сейчас полностью закрыли 5-6 точек 5-6 точек которые в общем-то мы должны иметь ввиду и мне думается что в данном отношении я еще был депутатом тогда городской думы по-моему третий или четвертый год я тогда уже ставил вопрос перед Киселем ну оставьте вы их в покое ну давайте вложим там минимальное количество денег оборудуем и все будет цивилизованно и качественно и красиво мне кажется маркеты против да это мы же знаем мы же тогда помните глобусовскую нашу тематику когда бомбили все эти точки и так далее и так подобное но мне думается на сегодняшний день назрел вопрос для того чтобы не так категорически принимать решения как сегодня пытается администрация муниципального образования город Киров принимать что надо снести это за антисанитарию и так далее а видя проблему что с ней боролись вот я только с третьего года по сегодняшний день и побороть на нее практически невозможно и в советское время это тоже было и в советское время пытались единственный путь на мой взгляд который бы носил компромиссный характер это действительно оборудовать цивилизованно оборудовать как я видел это в Вене в Вене понимаете бабушки едут возле магазинов они возле магазинов стоят не возле магазинов у них точки отдельные да отдельные точки отведены но предоставлена полная возможность любому фермеру любому человеку который хочет продать свою свежую продукцию он им предоставляет такая возможность Валерий Николаевич смотрите в Кирове ведь тоже пытались это что-то внедрить у нас есть ярмарки выходного дня у нас есть точки зарезервированные за огородниками скажем так на центральном рынке на октябрьском рынке были какие-то разговоры о том чтобы куда-то в Гане назначить людей да подвинуть мы понимаем прекрасно что покупатель который идет на рынок там за овощами да он может купить и бабушки может купить на рынке в шаговой доступности тут ведь вопрос-то в том что это возле магазина то есть человек все равно идет в магазин и вот он рядом прямо проходит и он может купить в чем проблема Аня я не могу понять проблема в том что возле магазинов вы не предлагаете поставить почему я предлагаю как раз эти 5-6 точек которые уже традиционно что бы вы ни делали существуют их и необходимо оборудовать да и все и решить эту проблему кто будет оборудовать кто должен быть город все-таки город а возьмите 131 закон а кто будет убираться там Валерий Николаевич тоже город извините ребята город стоит одна из задач организации вот этой вот торговли организация им не сказано ликвидация город может получать какие-то деньги с предпринимателей и непредпринимателей бабушек я думаю что здесь тема несколько в другом не столько она на оплату дворника например ну подождите там все равно эта территория закреплена и никуда она не делает за магазином там не магазин если мы говорим о Карл Марксе там больница детская больница если мы говорим о Ленина 20 то да магазин то есть вы предлагаете магазину прибираться там где стоят их конкуренты там территория не магазина это общая территория Мы же говорим о красной линии. Все, я поняла, Валерий Георгиевич. Мы же говорим о красной линии. Это городская территория. Убираться тоже должен город. Конечно. Как и сейчас. Ничего страшного здесь нет. Как и сейчас. Валерий Турулл, в нашей студии президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. У нас сейчас небольшой полутораминутный перерыв. Мы вернемся и вернемся как раз к биотехнологическому кластеру. Особое мнение на 101FM. Да, это особое мнение у нас в студии Валерий Турулл, руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Мы сейчас переходим ко второй ипостаси Валерия Николаевича. Это президент некоммерческого партнерства биотехнологический кластер Кировской области. Валерий Турулл к нам, ну, фактически, там, с корабля на бал, с 4-й международной конференции кластеров, которая проходила в Петербурге 18-19 мая. Называлась она, если я не ошибаюсь, «Кластер открывает границы. Время лидеров». Кажется так. О чем вы там говорили? Ну, во-первых, в прошлом году мы там сделали определенный фурор, критически выступили на третьей конференции. Мы – это биотехнологический кластер Кировской области. Да, да, да. Мы там высказали свое несогласие с той тенденцией, которая имеет место в России, и высказали претензии Минпромторгу Мантуровскому, и высказали претензии Минэконому о том, что неправильно выстраивается стратегия, что кластеры должны формироваться на основе объективной реальности и необходимости их возникновения, а не искусственно, под денежки, которые выделяют из федерального или местного бюджета. Следовательно, в этот раз мы приехали, уже этих кластеров не было, которым платят деньги. То есть были кластеры, которые объективно существуют. Которые сами по себе образовались. Да, по необходимости, более того, которым денег не дают, но они продолжают существовать, развиваться и так далее. И в этом отношении, я считаю, это принципиальнейший момент, который мы должны еще осмыслить. То есть власть повернулась и сказала, что, наверное, да, это неправильно, когда деньги дают, есть кластер, деньги не дают, нет кластера. Кластер, он своим присутствием априори, и он и должен создавать добавленную стоимость на основе экономичных, оптимальных схем, где снижается себестоимость продукции. О чем еще? Второй момент, который мы, в общем-то, обратили внимание, проговаривали, если мы не позиционировали, 18-19 апреля, ровно за месяц до этого мероприятия, мы провели свою межкластерную сессию, участвовало в ней 5 регионов, хотя записано у нас 12, не все приехали. Мы обозначали очень, на наш взгляд, важную тему, это национальную технологическую инициативу, это развитие нашей страны до 1936 года, те приоритетные направления, которые должны включать в себя новые разработки, цифровую экономику и так далее, и тому подобное, во всех отраслях жизни. И при этом мы интегрировали с НТИ национальные проекты, и мы получили соответствующий социально-экономический заказ от правительства Кировской области и от города Кирова. Мы несколько проектов получили как заказ для того, чтобы мы проработали на научной основе и так далее. И удивительная вещь, когда мы приехали на эту международную конференцию, то темой вот этой конференции явились именно эти вопросы. Только мы уже решали их, а там как постановочные вещи. И когда начали разговаривать о практиках, а где чего делается в этом направлении, то мы были одни из немногих, которые могли представить свои наработки в этом направлении. Ну, конечно, мы не претендуем на самое лидерство, но Обнинск нас опережает, Калуга и так далее и там подобное. Но схемы и механизмы, которые мы проработаем... А там кластеры какие? Вот в Калужской области? Всякие. А там, нет, у них автомобильный кластер. Биотехнологический кластер. Биотехнологии тоже есть. Да, тоже есть, конечно. У них один из первых. Они выиграли конкурс в свое время на 300 миллионов рублей на то, чтобы развиваться. Ну вот они перестроились и достаточно хорошо перестроились. Из девяти направлений национальной технологической инициативы они взялись за основу пять. Мы всего лишь три. У нас, давайте напомним, у нас биотехнологии, что еще? Нет, это... Это другое. Да, да, нет. В рамках биотехнологического кластера... Три направления. Мы взяли три направления, которые нам подходят. Но мы отмечаем то, что как мы начинаем реализовывать биотехнологические чистые проекты, мы немедленно проникаем в другие отрасли. Спорт, машиностроение и так далее. Везде мы начинаем проникать. Вот и особенность кластерной политики, что вроде бы занимаемся биотехнологией, с вами пищевкой, да, а это сразу выводит на сельскохозяйство, на чистое производство, на молоко, на мясо, на зерновые и так далее, на овощи. Все это вот цепочка начинает замыкаться. А сейчас мы с вами про замкнутую цепочку поговорим. Вы видели новости про Морадыкова? Ну да, сейчас мы подойдем. Про переработку, да. И третье направление, которое, в общем-то, нам очень понравилось. Те регионы, которые действительно планируют развивать свою территорию, а не ликвидировать, они вводят в органы власти специальные структуры, которые этим должны заниматься. То есть специально, вот скажем, есть регионы... Ответственные за кластеры? Как этот чек будет называться? Нет, они называются, скажем, в Ленинградской области. Введена должность заместитель губернатора по инновационно-инвестиционному развитию, которая ведет как раз кластеры, НТИ, национальную технологическую инициативу, а без кластерной политики реализовать НТИ невозможно. Поэтому вот эти замкнутые технологические цепочки, в широком смысле этого слова, без них не обойтись в реализации вот этой цифровой экономики. То же самое, скажем, индивидуальное питание человека, здоровье человека и так далее. Поэтому я сейчас перед тем, как к вам сюда приехать, я как раз отправил письмо Чурину. Александру Антоновичу. Председателю правительства. Председателю правительства. Выхлопки вот с этого конференции. Говорю, мы, во-первых, идем правильным путем, мы опережаем всю страну, потому что там только ставятся эти вопросы, а мы уже их пытаемся решать. Пытаемся с той или другой степенью успешности. Я предложил, что надо создавать специальную структуру, которая должна немедленно вводиться как орган власти, который бы координировал и курировал нашу стратегию развития до 36 года. Слушайте, а никто не справится с этим больше? Ну, у нас Министерство промышленности есть, может быть, там кому-то поручить? Нет, нет, нет. Вы поймите, ведомство на сегодняшний день находится под давлением определенных критериальных показателей, за которые они должны отчитаться. И то, что мы там говорим, завтра надо делать, им это по барабану, им надо сегодня отчитаться. Понятно, у них что-то сегодня есть. И поэтому они говорят, ну, сегодня мода пройдет на эти же кластеры, а нам жить и существовать, и кресло под собой надо сохранять на будущее. Вы как видите эту структуру в правительстве? То есть это должно быть министерство отдельное, какой-то, не знаю, департамент, отдел управления? Ну, в моем видении это должен быть либо министр, либо какое-то управление в профильном министерстве, скорее всего, в Министерстве экономического развития. Отвечающие за? Которое отвечать будет вот за эти вот вопросы. Инновации? Да, развитие национальной, реализация национальной технологической инициативы. Переход вот на этот шестой технологический уклад, который мы должны будем осуществить. Хотя, в общем-то, там вот на конференции звучало достаточно спорно, когда я говорил, я правильно ли понимаю, что у нас есть стратегия до 36-го года, сам Кировской области, мы формируем стратегию реализации нацпроектов как составляющий элемент этих вопросов, и есть стратегия наша кластерная. Они говорят, да, вы правильно понимаете, только это должно носить не жесткий характер, а такой свободный. Ой, очень интересно. Да, 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 я вообще ничего не понимаю. Честно, носит свободный характер, Валерий Николаевич, обычно как-то отчетов не требует. А, соответственно, никто и не занимается. Поэтому я считаю, что вот эта вот практика, которую мы увидели, ряда регионов, это в основном инициаторы регионы, которые входят в ассоциацию инновационных территорий. Это Бортник, он сегодня не возглавляет свой фонд, он его передал, соответственно, по поддержке предпринимательства. Он сейчас возглавляет вот эту ассоциацию инновационных территорий. Туда входит 12 регионов, и вот они инициируют именно это движение. Нас пока там нет. Нет, нет. Нас пока там нет. Потому что когда я Белых задавал вопрос войти в эту систему, надо было 300 миллионов платить вступительный взнос. Да, давайте все-таки. Вот у нас две минуты остается по Мородыкову. Очень хочется услышать ваше мнение, каким образом биотехнологический кластер, продукты здоровые и прочее будут соседствовать с предприятием по переработке отходов. Вызывает ли у вас это опасение? Вообще фраза отходы первого, второго класса опасности, мне кажется, у людей, не понимающих, вызывает шевеление волос на голове. А вот в целом там современные технологии позволяют нам каким-то образом не думать об опасности. Первое, я бы не шарахался, если первого, второго, это как раз безопасные отходы. Нет, нет, это самые опасные. Там просто классификация с разных сторон. Это опасные отходы, это батарейки, аккумуляторы и прочее. Я говорю о том, что о опасных отходах, вот о чём идёт речь, да? Так вот, смотрите, я вынужден и обязан сделать ссылку на то, что мы этим вопросом, как биотехнологический кластер, занимаемся уже давно и прорабатываем все научные вопросы, не только с точки зрения теории, а практики. Мы изучали эти вопросы по всему миру, в частности, Соединённые Штаты Америки, Бельгия, Австрия, Бразилия и так далее. Мы смотрели, каковы есть практики в этом отношении. Швеция. И мы убедились, что отходы, неважно, какого класса они опасности, они являются ценнейшим сырьём и ресурсом. На них можно зарабатывать. Не можно, а нужно. То есть весь мир на этом зарабатывает. Хорошо, Валерий Николаевич, всё, мы должны заканчивать. У меня к вам вот только один вопрос. Вот только один вопрос. Вы верите, что в России, в Кировской области, на базе Мородыкова можно создать предприятия настолько же безопасные, как в Швеции? Я думаю, что это возможно при определённой политической воле нашего руководства территории. Но кто-то должен контролировать. Я же сказал, при определённой политической воле нашего руководства. Она есть? Пока я его не вижу. Я Васильеву напрямую задавал в прошлом году, ещё когда тарифы на мусор не ввели. Я задавал напрямую этот вопрос, а почему мы не пересматриваем схему, чтобы на этом зарабатывать? Я получил ответ от Игоря Владимировича вполне определённый. Если вы знаете эти практики, то это хорошо, а мы этих практик не знаем. И на этом вопрос был закрыт. Это означает, что не хотим знать. Не хотим знать. Валерий Турул, руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области и президент некоммерческого партнёрства «Биотехнологический кластер» Кировской области был в нашей студии в программе «Особое мнение». Валерию Николаевичу спасибо слушателям. До свидания. Спасибо, Иван.